Здравствуйте, Антон! Сегодня в газете Обзор такой необычный гость единственный хореограф официальный хореограф современного танца танца модерн на Украине или в Украине да, наверное, надо говорить в Украине Здравствуйте не единственный, точно по поводу официального танца официальный тоже не знаю, потому что если говорить об официальных хореографах модерн танца в Украине то у нас есть действительно официальный о котором вам скажет любой представитель управления или министерства культуры, это Раду Паклетару который, несмотря на то что это молдавский хореограф с белорусским образованием, но его театр находится в Киеве и работает он много в Киеве, и если вы спросите у большинства зрителей или там на официальном уровне кто представляет танец модерн в Украине вам назовут прежде всего и мы Раду Паклетару но как-то, знаете, открыв интернет и набрав вот такую информацию почему-то бы бросилось, что это Антон Овчинников спасибо так что вот для вас будет, наверное, такая новость Антон, вы четвертый раз на фестивале балтийского танца современного балтийского или нового балтийского танца и как я поняла первый раз приехали со своим спектаклем и из вашего спектакля, который был вчера мы выяснили такие подробности вашей биографии в этом, наверное, особенно современного танца что можно выяснить массу всяких интересных вещей мы выяснили, что вы родились в городе Киеве и что у вас очень был знаменитый дед у которого была машина Волга и очень интересная бабушка которая была директором сада Ясли в Виннице но мы совершенно ничего не узнали про вашу маму правда, кроме того, что она вас воспитывала и так понимаем держала в строгости водила в садике, в школу вот и дальше мы только услышали про ваш танец наверное, любимый танец яблочко с которого, может быть, началась ваша карьера первый танец, да, наверное о котором я помню в своей жизни а что же было дальше? как же вы пришли в большой танец? ну, я должен сказать, что я был на самом деле очень самостоятельным ребенком потому что, когда я был где-то в классе уже в четвертом-пятом моя мама начала она работала в известном, очень в Советском Союзе в то время, институте электросварки имени Патона вот и она очень активно начала ездить по командировкам по всему Советскому Союзу по предприятиям Сталилитейным и в Россию, и куда угодно и про Прибалтику я помню она мне часто упоминала город Паневержис я не помню, что там находится но я хорошо помню это название театр знаменитых ну, театры там были еще, заводы промышленные вот и она начала ездить и я оставался один и я сам себе придумывал, чем заниматься и таким образом, где-то в классе, по-моему, в четвертом-пятом я попал на музыку пошел просто сам записался на гитару не закончил, правда, прозанимался три года но научился уверенно играть то, что мне нравилось, по крайней мере а в девятом классе я точно так же попал на танцы пришел, мне понравилось это были бальные танцы и такой как раз период, когда мальчики, я, наверное, в том числе активно интересовались девочками и я пришел на бальные танцы увидел, что там много девочек и очень мало мальчиков и мне это понравилось и я остался таким образом, мои танцы начались с бальных я прозанимался активно бальными танцами почти 10 лет в своем классе был чемпионом Украины поездил по международным каким-то турнирам и попав один из первых разов за границу попал на мастер-класс и лабораторию по джазу тогда еще узнал о том, чего у нас тогда не было совсем в Украине узнал о том, что кроме бальных, народных и классических танцев есть еще огромный пласт танцевальной культуры и с тех пор практически сразу переключился от джаза, потом к модерну и потом к контемпорэй и как же вы, где вы танцевали? ведь все равно это же ваша специальность вы должны были работать да, я попал в то время в такое, это был шоу на самом деле шоу-проект при известном в то время это было начало 90-х в Киеве ночном клубе Голливуд в нем был такой шоу-балет Голливуд он назывался но у нас был очень талантливый и интересный я до сих пор считаю, что он большой вклад внес в мое развитие как хореографа и режиссера в каком-то роде наш руководитель Николай Баран это сейчас известный режиссер цирковой в большей степени он преподает в Академии циркового искусства в Киеве и он ставил очень интересные номера несмотря на то, что у нас было шоу-направленность но в них во всех он старался вкладывать какое-то драматургическое начало создавать какие-то сюжеты создавать образы то есть это было непросто несмотря на то, что директор этого ночного клуба постоянно там периодически постоянно говорил о том что мне вот эти ваши умные танцы не надо мне надо девочки, батманы и так далее но наш режиссер упорно гнул свою линию и старался создавать такие смысловые, наполненные, театрализованные номера это была и моя первая профессиональная работа в танце я там проработал 6 лет попутно и попутно я продолжал старался находить возможности куда-то ездить и учиться чему-то новому и скажем на постсоветском пространстве первым моим таким пунктом где я получил много важных и интересных уроков это была летняя школа танца Цех которая в Москве которая давно и до сих пор очень успешно работает привозит очень интересных хореографов и я поехал туда за джазовым танцем а кроме этого получил и контемпорари и в то время и как у американского преподавателя Мигеля Гутиереса с первого моего приезда я занимался целую неделю и с тех пор как-то вот пошел у меня перевес от развлекательного танца к такому рефлексивному не знаю другое отношение к телу другое отношение к себе к тому что меня окружает но очень интересно наверное то что все равно надо было найти какую-то еще молодежь с которыми потом хотелось самому работать как-то же вы организовали что-то такое свое куда-то несли дальше те знания которые вы получили мне кажется в то время я не прилагал никаких усилий для того чтобы как-то проявляться публично вместе со своим новым увлечением но у меня были конечно друзья знакомые которые знали о том что я вот изучаю скажем так современный танец и был в какой-то момент благодаря на самом деле определенному истечению обстоятельств мне однажды позвонили в конце августа там чуть ли не 25 числа и сказали что нужен срочно преподаватель по модерн джаз танцу в наш национальный университет культуры и искусств на кафедру современной хореографии что меня порекомендовала моя коллега с которой мы давно знакомы и занимаемся как бы общим делом для меня это было совершенно неожиданное предложение но я пошел и вот как раз моя меня взяли на работу и вот как раз моя первая танцевальная компания с которой мы начали первый спектакль мы сделали в 2008 преподаватель начал в 2006 первый спектакль мы сделали в 2008 это были студенты мои кафедры современной хореографии университета культуры то есть проработав там два года я уже ну как бы проект этого первого спектакля во мне сидел уже года три до этого и вот я наконец то есть мне было важно увидеть людей которым это интересно которые готовы вложить в это свое время силы и мы начали с ними просто сделать первый спектакль еще не думая о том что мы хотим создать какую-то компанию или что-то такое но сделали первый спектакль и дальше уже активно пошло развитие все что и скажем продолжается и до сих пор а как назывался первый спектакль? я назывался Синдром параллельности это был спектакль по рассказу Габриэля Гарсия Маркеса Глаза голубой собаки ну Синдром параллельности потому что там два параллельных мира мир реальности и мир сна мужчина и женщина которые встречаются все время во сне но не могут найти друг друга в реальной жизни и как приняли ваш спектакль? очень хорошо спектакль хорошо пошел ну мы с ним буквально через три месяца нас пригласили я отправил видео нас пригласили в Москву на фестиваль Рампа Москвы потом мы были гостями на фестивале четыре элемента тоже в Москве вот в Украине тоже покатали его по городам но как раз вот как оказалось сразу для нас что у нас в Украине нет ни одного на то время не было фестиваля где можно было бы показывать танцевальные спектакли то есть театральные фестивали нас не принимали а фестивалей танца именно для спектаклей не было вообще и именно по этой причине уже в 2010 году у нас уже тогда было четыре спектакля мы решили сделать такой фестиваль потому что нам негде было свои спектакли показывать и вот так в 2010 году появился фестиваль зеленка фест которым я более менее успешно до сих пор и занимаюсь а кого вы пригласили на свой первый фестиваль первый фестиваль это были несколько моих коллег из Киева с которыми мы на то время уже были несколько лет знакомы которые там кто-то занимается какими-то перформативными практиками более экспериментальными кто-то контактной импровизацией и кроме этого были гости из Днепропетровска насколько я понимаю это первый коллектив который начал серьезно заниматься современным танцем contemporary dance в Украине другие танцы потом он там разделился на два коллектива но оба хореографа которые его основали и Елена Будницкая и Марина Лымарь они сейчас еще каждая уже в своем направлении но успешно работают и как среагировала Украина на такой фестиваль мне кажется ну первый фестиваль он был очень простой это был просто один вечер там не знаю которым было показано там два-три там спектакля одноактных там 20-30 минутных и там десяток номеров это был просто как такой мы назвали фестиваль но он продолжался один вечер и ну мы его как бы каждый год развиваем но по поводу как отреагировало дело в том что изначально мы его позиционировали и я его продолжаю позиционировать как спектакль для тех кому нравится смотреть работы которые заставляют думать которые наталкивают на какие-то размышления на осмысление чего-то обращаться к себе не знаю идти куда-то в литературу в какую-то что-то искать поэтому это не так популярно как множество фестивалей скажем так спортивного соревновательного или развлекательного плана которых у нас сейчас много то есть это такой я не скажу что фестиваль для интеллектуалов но я бы так сказал для интеллектуалов танца то есть людей которые танцуют со смыслом но вот этот стиль контемпорари такое такое название интересно он же в 60-х годах появился в Америке в Европе и только в Россию пришел где-то в 80-е уже годы а в Украину еще позже еще позже но да наверное еще позже потому что здесь совершенно недавно проходил кинофестиваль и во время кинофестиваля был очень интересный фильм который назывался танцевщица о Лои Фуллер известная очень личность да потому что вообще-то все когда говорят современный танец все вспоминают Эсидору Дункан и оказывается что был еще кто-то до нее который в общем-то ее и вывел первый раз на эту сцену и сама Фуллер она занималась в своем танце было очень много такой техники это было все очень тяжело но в общем-то как мы понимаем этот стиль который отвлекает от повседневности как бы так говорили и писали про этот стиль вот что вы скажете как нужно ли такое отвлечение потому что в общем-то действительно получается стиль который или танец который заставляет думать тут дело в том что если углубиться в историю то за двадцатый век там не знаю со времени начиная с Луи Фуллера и еще целым рядом хореографов до сегодняшнего дня изменилось очень много прошло очень много всего и сегодня мы уже ну для меня по крайней мере танец модерн и танец контемпорарий уходит все дальше и дальше друг от друга несмотря на то что там в Европе в Америке к этим терминам очень разные отношения американцы предпочитают весь современный танец называть модерном до сегодняшнего дня у европейцы очень четко делают разницу что вот это вот модерн а вот это вот уже сейчас там начиная с семидесятых восьмидесятых разные сроки разные года это уже контемпорарий но действительно то что было тогда и то что сейчас это разные вещи и для меня очень важно то что модерн действительно это такая философская вещь такое погружение в себя исследование своих эмоций попытка достать что-то из подсознания создать свою собственную философию в движении это такой очень авторская такая история когда каждый хореограф создает свой собственный язык который базируется на его философии как бы и он вместе со своим танцем свою философию несет а контемпорарий который перешагнул в свою очередь через постмодерн потому что очень сильное было движение постмодерна в середине двадцатого века пятидесятые шестидесятые вместе с постмодерном в искусстве точно так же постмодерн прошел в танце потом появилось вот это направление контемпорарий которое уже не так сильно завязано на философии как бы и совсем далеко ушло от эмоциональности и оно больше пришло к языку тела как как телу которое может существовать независимо от нашего сознания как тело которое имеет свой собственный разум то есть когда мы тело как проводник какого-то собственного языка задача которого в том числе хореографа современного найти его понять выразить себя ну и соответственно осмысление действительности это не то чтобы тренд такой современного танца но одно скажем так из направлений что есть очень много разных спектаклей одни там абстрактные другие сюжетные это все имеет место но просто то конкретно что мне сейчас интересно это такой вот критический танец такое сейчас последние несколько лет пошло очень активно развиваться направление в Украине которое называют критическим театром благодаря тем событиям или благодаря или вопреки тем событиям которые происходят сейчас в Украине когда нужно все это как-то пытаться понять анализировать много всего происходит много точек зрения и ну если ты занят в этом как человек как я например в том плане что я думаю об этом я вижу это я наблюдаю это я стараюсь понять что происходит то это не может не находить отражение в моих спектаклях я например не могу жить одним вот в таком мире видеть это а спектакли делать про несчастную любовь например ну как-то для меня это для меня танец и движение это часть жизни поэтому взять и вот так жизненно ставить в сторону и начать делать какую-то классику или истории так же о любви или там о полетах в какие-то другие вселенные для меня это не очень понятно для меня в этом есть как бы современность что я живу со своим сегодняшним телом в своем сегодняшнем возрасте сегодняшним сознанием и в мире в котором я живу я его перерабатываю осмысливаю и какие-то свои идеи через свои перформансы которые я создаю стараюсь транслировать зрителю такое слово критический театр да само слово такое очень сложное ну вот вот так называют так у нас пошла сейчас даже появилось несколько фестивалей на один из которых меня приглашали в ближнем зарубежье так сказать поляки очень интересуются и они вот организовывают такой фестиваль который называется фестиваль украинского критического театра на который в основном там это такая новая волна молодых режиссеров как хореограф я туда пока единственный кто попадает в эту обойму вот но это спектакли построенные в основном на документальном материале или прям или документальном материале или это современные пьесы современная драматургия но прямо вот драматургия последних 3-4-5 лет и в том числе там я думаю что сильное влияние в этом всем есть российского театра ДОК в котором у нас сейчас вот есть ребята которые там с ними сотрудничают где-то там даже работали вместе какое-то время вот и да для меня это как бы театр который ну как все современное искусство в моем понимании оно пытается снимать такой романтическо технологический покров с действительности в которой мы живем да немножко убирать вот эту всю пелену которую покрывают в основном средства массовой информации и уходить больше в какие-то личности которые сегодня есть которые какие-то в общем личные вещи и ощущения которые больше помогают понять что происходит то есть не обобщать в целом что здесь то здесь то здесь то а находить какие-то более конкретные точки в этой нашей действительности события о которых рассказывать глазами очевидцев как бы или словами очевидцев и из-за того что это часто не совпадает с общепринятой точкой зрения той которая транслируется в основном через СМИ или там на государственном уровне поэтому наверное этот театр называется критическим потому что он в некотором роде противостоит той распространенной точке зрения которая есть в обществе на определенные события моменты в том числе в истории и так далее то есть это получается что это такое мероприятие на злобу дня да по сути да но в этом в этом есть современность для меня да и в вашем спектакле вы используете текст технику я использую использую ну да то есть текст это моя это моя биография текст на другом языке да но там очень много всего в этом спектакле потому что в сейчас как бы уже меньше но все еще всплывает это языковая тема в украине нужно ли отказаться от русского языка вообще или нужно отказаться от него на официальном уровне должно ли наше телевидение быть только на украинском и там точечные какие-то каналы русские нужно ли все что на русском языке обязательно переводить или делать субтитрами на украинский вот это как бы одна тема вторая тема это попытка такая вести такой колонизационный дискурс в осмыслении нашей истории что типа мы вот как бы украинцы вообще ни при чем нас вот советы в двадцатом году присоединили к советскому союзу сделали коммунистические державы а мы тут все время пытались что-то сохранять свою идентичность да украинскую и мы вообще не причастны ко всему что происходило там в годы там голодомора да голода потом война потом репрессии это все кто-то кого к нам засылали из москвы то есть такая попытка сделать себя представить себя в роли жертвы это все не мы вот которая на самом деле очень опасная и мой спектакль он в частности тоже о том что то мы сами во всем этом принимали участие и что если что все это часть нашей жизни и есть две позиции всегда у тебя либо если ты не участвуя в каких-то событиях которые тебе кажутся не очень правильными с точки зрения твоего понимания мира если ты не выходишь и не говоришь я не буду в этом участвовать потому что я против этого а продолжаешь как бы в этом жить то значит ты автоматически становишься соучастником создания этих событий а получается что сейчас как бы все участвовали но мы ни при чем нам это насадили вот а мы просто молчали как бы и не мешали этому всему происходить вот вот это как бы такая ну вот эти две позиции они существуют у нас в обществе постоянно они как бы борются между собой всплывает то одна то другая и я тоже много об этом думаю как бы стараюсь разобраться в этом во всем и наверное в том числе об этом мой спектакль о том что то что с нами происходит сегодня это результат всех тех процессов которые происходили с нами в прошлом мы через все это прошли и сегодняшняя украинская ментальность это продукт всей нашей советского огромного периода в котором мы жили были через которые мы там переступили разными правдами и неправдами выборы от украинского на украинском языке свою независимость но не осознали пока еще ее не поняли что значит быть независимым и от кого мы хотим быть независимыми и от чего нам нужно избавляться прежде всего для того чтобы стать независимыми то есть да но во всяком случае в вашем спектакле уже понятно что надо изучать английский язык в том числе да то есть я в том числе сторонник такого интернационализма я бы сказал мультикультурализма то есть современный человек сохранить должен сохранить свою идентичность и в то же время быть частью ну ощущать себя частью мировой культуры имея при этом свой собственный голос ваш спектакль называется десинхронизация и а когда наступила синхронизация или вот сейчас это как раз десинхронизация оно все как разрушилось для меня да для меня да это скорее не про то что разрушилось а про то что каждый двигается в каждом ну в разных направлениях знаете это как есть механизм в котором разного размера шестеренки одна начинает крутиться приводить другую и это все очень слаженно двигается от одной крутится там большая стрелка от этой маленькой тут секундная вроде все в разных скоростях но все работают на одно как бы а сейчас вот по моим ощущениям оно все в разные стороны ну то есть оно перестало работать как отдельный механизм эти механизмы шестеренки они перестали входить в зацепление каждая говорит о своем ищет свое разбирается в своем кто-то тянет туда кто-то обратно иногда они наталкиваются друг на друга и это приводит только к конфликтам вот вот это как бы об этом вот в вашем спектаке пока я его смотрела у вас начинается такой дискотеки наверное даже скорее какая-то дискотека 80-х все время у меня было такое ощущение что вам хочется вытащить публику на сцену и публика даже сидела как-то так и думала вот сейчас он подойдет вот он меня пригласит или кто-то скажет чувствовалось что вот кому-то так хотелось выйти на эту сцену и когда мы подходили со стульчиком садились все как-то так вздыхали что на дискотеку не попадать ну да но тут как бы это интересное наблюдение вы сказали никто еще не говорил что у кого-то возникает желание со мной потанцевать но тут для меня это дискотека это как бы я же все-таки такой артист жанра физического театра там танца и я стараюсь обращаться к своей не только памяти ментальной но и физической памяти для меня обращение к дискотеке восьмидесятых это обращение к физической памяти то есть я даю возможность как бы своему телу вспомнить и погрузиться в то с чем оно жило тогда то есть такой процесс который работает с двух сторон с одной стороны заставить тело вспомнить и вызвать воспоминания которые я могу потом озвучить и наоборот поговорить о каких-то своих воспоминаниях которые всплыли и потом за ними притянуть воспоминания физические которые остались в моем теле там тот же какой-то матроский но у меня на самом деле много физических воспоминаний но я здесь вот решил ну это уже чисто такие композиционные приемы минимализировать то есть для меня этот спектакль он такой минималистичный поменьше всего поэтому в нем одна музыка я же мог взять там много разных треков под которые тогда танцевали одна мелодия вот одна дискотека один танец о котором я вспомнил свой детский как бы такие композиционные уже вещи вот но дискотека в целом это да как такой символ танца советского который доступен всем то что теперь мы посмотрим что это все они